О, что-то рано ты сегодня ко мне. Доброе утро. Доброе утро. Мир вам, Игорь Степанович. С миром принимаем, брат. Вчера просматривал ролики я как раз по Боингу, по сбитому. И очень много неясностей и вопросов. Ну, во-первых, вообще, как такое вообще могло произойти, что сбит наш военный самолет? Вот. Оплошность это допустили, или провокация очередная какая-то, или кому это надо? Вот ваше мнение по этому поводу. У нас все записывается, в интернет выставляется. Ты не против? Я не против. Меня этот вопрос волнует, интересует. Я немного об этом деле-то слышал. Просмотрел роликов 50 примерно. Ну, вот я тоже вчера вечером буквально. Я решил посмотреть, как было в мировой истории, что подобное случилось. Занимаясь этим делом второй день. Я все рассматриваю во свете Святой Библии. Если ты верующий, тебе, я думаю, это на будущее сгодится. Вот как дело выглядит-то. Молись, пока я буду показывать, чтобы... Я разберу только одно слово – коварство. Слова эти надо будет просто показать. В Библии 77 книг с неканоническими. Это 74 раза слово встречается. И поэтому подробно каждое разбирать – это долго. Ну, я возьму несколько моментов только, где это коварство особенно сильно было проявлено у людей, у мирских. Вот, 27 февраля 1933 года было коварство такое. Это поджог Рейхстага, который сыграл важную роль в укреплении власти нацистов Германии. В горящем здании был задержан голландист Маринус Вандерлюбе, бывший независимый коммунист. Гитлер заявил, что поджог Рейхстага совершили коммунисты. Это был сигнал для начала коммунистического переворота. В Лондоне антифашисты организовали параллельный антипроцесс, на котором обвинили в поджоге Рейхстага самих нацистов. Ведшее расследование комитет при участии британских, французских, американских, бельгийских и швейцарских общественных деятелей пришел к выводу, что в сговоре с Вандерлюбе был сам министр внутренних дел и председатель Рейхстага Герман Геринг. То есть, нужно было показать, ладно, мы лишимся Рейхстага, да, важное здание, но мы отстроим. Но теперь это дало повод арестовать всех коммунистов, установить одну власть. И так было почти всегда. Так было у коммунистов. Им нужно было какое-то дело сделать. Сами же это делали. Вот как сейчас бывает где-то на оккупированной территории, там или на Украине, или во время чеченской кампании. Ну, переодевается в форму русских солдат и расстреливает там чеченцев, мальчики, пастухи где-то. А потом говорят, это сделали они, а сделали сами. С той стороны, с этой стороны точно так же. Я посмотрел в Википедии. Это в интернете энциклопедия. Коварство. Это свойство характера человека. Способность и склонность скрывать за показным дружелюбием злые намерения. Еще вот какое коварство бывает. Ну, есть такое стихотворение у поэта Мэя про Самсона. Коварство мусыпило. И предало врагам и ослепило. Вот и далее он заканчивает. Если б я нового Самсона сегодня, Бог допустит такое, что тебя обманут. Из-за тебя, за нового Самсона, Бог разгромит все капища догона. То есть не поможет коварство. Простодушный Самсон не ожидал отдалиды такого коварства. Ожигов, словарь, коварство. Это злонамеренность, прикрытая показным дружелюбием. Дальше я смотрю, выступает Путин. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации. И он говорит, что это удар в спину. То есть не ожидали. Никак я уже... Ну, я полностью согласен, что так не делается. Погиб человек, там, и может, из-за этим не один. Что-то еще есть где-то. Я решил посмотреть во свете Библии это слово. Коварством пришли коммунисты к власти. Вот одному немцу присвоили Нобелевскую премию как-то. И он говорил такие слова. Коммунисты при помощи справедливых, на первый взгляд, идей имеют ловко прикрывать свои сатанинские намерения. Коммунисты не выполнили, большевики, ни одного обещания. Ни свободу, ни земли, ничего. Все отняли. Все разрушили. То есть коварством пришел. Вот стоит коварный, руку протягивает все время, куда-то зовет этим жестом. И вот слово коварный, посмотрим, откуда оно исходит. И что за этим стоит. Вот коварность сейчас понимает. Американцы свалили эти небоскребы 11 сентября. Сами, как это было сделано. Самолеты, которые ударились, никто не ищет никаких убитых, раненых. То есть это пустые, начиненные с взрывчаткой были. Я уже много роликов смотрел, это американцы сами исследуют, показывают. И самолет, который ударил в Пентагон, там где у них, там, говорит, никакой самолет не пройдет. Это ракета влетела. Ракеты, никого там не было. Ну, чтобы начать оккупацию Афганистана, дальше точно так же коварно разговаривает, поднимает свой меч на Иран, и дальше что где будет. Вот пророк Исаия 29.15 говорит. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа. Которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. То есть я обращаю все к тому, что это самолет. Я дальше говорю, пока данных у меня никаких нет. Я думаю, они не появятся. Может быть, засекречено будет на 200 лет. Везде они засекречены. Рассекретить можно через 70 лет, как о революции. Это Милюков, я говорю, только на склоне лет это понял. Что все это замысел Мастонов, там, чтобы привезти единого владыку над миром, еврея, из колена данного и посадить, ну то есть то, что у них написано в храме Соломоновом. Вот это все из одного мешка идет. Вот я к этому хочу, знаю, что это будет. Об этом говорится в Откровении 13 глава. И события, все они идут разнаряженные. Что за этим кроется? Кроется следующее. Оно открывается уже сейчас. Что это за боевики? Что это кто? Как Рамзан Кадыров говорит, шайтаны, демоны. Они никакой в ней религии ничего не придерживаются. Это не так. У них Коран. У них Коран. Все они до единого на Коране. Они показывают. Коронованы Кораном, как я называю. И говорить о том, что просто собралась какая-то банда разбойников. Нет, они увидели, что ислам разлагается. Вот секуляризация идет, то есть обмерщение, как у нас. Но они вот таким образом борются. Давайте соберемся. Сколько делали, Бен Лада не мог сделать. А мы сделаем. Захватим уголок один, расширять будем со всего мира к нам поедут. Хорошие, искренние ребята, которые хотят, чтобы Аллах, Акбар на самом деле соответствовало жизни. Ну и дальше будет свое государство, исламское государство. То есть это не сброд какой-то пришел. Нет. Это патриоты. С их понимания. С их понимания. Еще раз говорю. Я как-то сказал, что лучшей системы управления мира, чем у Гитлера, фашизма не было на земле. При одном условии, что если нет Бога, если нет Бога, надо выводить лучшую расу. Больные там, которые совершенно никуда не годы идиоты уничтожаются, ну, как биомасса. Если нет Бога. А если есть Бог, то Гитлер сатана в образе человеческом. А почему так думаете? Думать не надо. Для нас уже это было. До нас было Иринар Хростовский чудотворец, подвижник, он говорил, в Москве ходят бесы. В образе человеческом бесы. А кто? О ляхах. Он говорил о католиках. Я как-то в Америке выступал и сказал так. А мне потом подошли и говорят, вы знаете, тут большое собрание было. Там китайцы, корейцы, перевозчики сидели. Я выступал по теме «Будущее России во свете Святой Библии». И были, говорит, поляки. Они, говорит, обиделись. Я говорю, ну что ж обижаться? 300 лет назад обижаться. Ну, он сказал. Я привел слова, назвал страницу «Жития святых», «Житие святого» за какое число. Ну, открой. Я же не таюсь где-то. Так, говорить нужно правду. Единственное, правду ничего, кроме правды. Я сейчас разберу только одно слово – коварство. И вот эти люди, которые собрались там, они по всему миру сейчас. Речь идет о сотнях тысяч боевиков, о сотнях тысяч этих разбойников. Они, конечно, нарушают, в злобе своей христиан уничтожают, храмы ломают. Я видел эти фильмы документальные. Это им не повелевает Коран, это они перебрали. Это лишко уже берут. Я уже в прошлый раз говорил, они проливают кровь святых, убивают христиан, которые в христиане перешли. А вот здесь уже они оказнулись ока Божия. Касающийся вас, касается зеницы ока моего, говорит Господь. И тут вот выступает меч Божий в леса нашего президента, ну нашего, то есть российского. А он что делает просто так? Не знаю. Но я знаю, что без коварства никогда государство мирское не управляется. Я сейчас покажу это по Библии. Какое? Договариваются договоры о ненападении. И коварно Гитлер нападает на Советский Союз. А почему? Вот об этом хорошо говорит, лучший сегодня считается историк, Виктор Резун Суворов. Что через две недели, примерно, 20-го, должен был напасть в Советский Союз и везти на территорию чужую войну. Не ожидали нападения. Гитлер коварно напал. Они готовили коварство на ту сторону. И они сами подстраивают так события, чтобы обвинить другого. Вот здесь точно так же может быть и с самолетом. Как? Ну пожертвовать один самолет. Я говорю, что данных пока никаких нет. Но я беру из мировой истории все события библейские и показываю. Я сразу стал молиться. Я не могу с собой ничего сделать. Мне до того жалко, который погиб летчик. Ну я не могу просто. Я стою и у меня слезы. Я второй день не могу успокоиться. Он не думал, летел. Ну летел-то куда, взявший меч от меча погибнет. Ты летел-то что им, этим террористам-то? Конфетки нес? Дашь это? Ну все равно это наш человек русский-то. Я просто сопереживаю этому. Я почему это говорю? Скажут, вот он жестокий. Это для меня не добавит мне ничего к тому, что уже знаете. И вот там среди этих боевиков, ну террористов или разбойников, там демонов, как их называют, там есть и турки. И немало турок. И теперь, когда начали их долбить, они в Турции. Турция присылает сразу четыре самолета и вывозит туда их, которых самых главных нужно сохранить и дальше по всему миру. Турция-то она сама боится их. Они сметут это правительство Турции в течение, может быть, месяца одного. И может быть, может быть, в сговоре теперь с этим. Но они принимают их. А эти-то могут говорить, а почему вы через вашу территорию летите? А то там в краешек где-то задевают где-то. Они предупреждали. Бейте эти самолеты. Турции нужно оправдаться перед этими, которые, эти шайтаны к ним идут. Мы, смотрите, что сделали. Как они заликовали, там летчиков, говорят, расстреливают, когда они на парашют распускаются. То есть это единственный ход. То есть я беру тот вариант, что Турция сама не знает, что делать, когда у ней начнется то, что сегодня делается в Сирии. А эти люди-то там. И базы, которые... Что она может? Может быть, они договорились здесь. Мы один самолет сбиваем, а вы тогда все их. И там будете бить. А это уже началось. То есть турецкие, которые там есть на территории Сирии, теперь на них посыпались эти шишки. И которые здесь. То есть это договор между собой. Повторяю, данных у меня никаких нет. Я просто аналогию беру. Таким образом, Турция оправдывается перед этим ИГИЛом, перед этими шайтанами-боевиками-патриотами, которые нападают. Она говорит, что мы не против. То есть, хотя я не знаю, там они к джихаду не относятся вроде против русских. То есть Саудовская Аравия объявила, Катар. Ну, если только это так-то. А теперь они их долбят все. И она и оправдана, и одновременно их уничтожает ее врагов. Вот как может быть. Я о слове коварствия скажу сейчас. Что говорит нам об этом Святая Библия? Горе тем, которые думают скрыться. В глубину засекречено, чтобы замысл свой утаить от Господа, который делал дела свои во мраке, то есть тайно-секретно, совершенно-секретно, совершенно-сверхсекретно. Три буквы «С» стоят на документах. Говорят, кто увидит нас и кто узнает? Да Бог знает. Первое Коринфянам 4,5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который соцветит скрытые во мраке. И обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Повторяю, я ничего не утверждаю. Я просто рассуждаю. Исход 21.14. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Это было сиявом. Жертвенник – это святая, где находится в храме, и он прибежал за рога жертвенника, у него как рога сделано, ухватился, ну и оттуда его взяли. Коварный человек нигде не спасется. Коварно поступает с одной стороны, коварно ответ с другой стороны. Вы брали в плен, брали. Южно-корейский самолет за что сбили? Там 200 с лишним человек было. Я ж не стал смотреть, сколько это общеизвестное событие. Ну и вот и сбили. Это заложено было уже там, там, тогда. Вот теперь оно здесь откликается. Подумаешь, там один самолет, они же как рассуждают. А теперь развязаны руки. Теперь в Турции, которые утаят, таятся, где туда могут даже самолеты не взлетать, а ракетами их начнут калашматить. Если туда-то стекаются где-то, достанут везде. И это на выгоду тому и другому. А на самом деле выгодно тем, которые готовят престол Антихриста. Это все оттуда идет. Марка 7.20 до 23. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. Ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния убийства, кражи, лихоимства, злоба. Я специально подчеркиваю слово коварство. Я специально увеличиваю его, чтобы можно было увидеть, что коварство – это грех из сердца исходит. Непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. То есть вот собрались люди, оскверненные грехом. Это из каждого человека, неверующего в Бога. И обвинять тех, что они что-то делают не так, коварно где-то. А как приходили к власти? Что делали революционеры? Как заманывали людей, как убивали? Считай, роман беса Федора Михайловича Достоевского. Почему оно было запрещено? Бунина, считай, это все описано. Деяние 13.10. И сказал, ой, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь и ты совращать прямых путей Господних. Вот о чем надо заботиться, о прямых путях Господних. А об этом говорит ни тот, ни другой. Я уже не беру ощущение, какое это там, но с врагами воевать у нас нигде не написано, у христиан. А в Коране написано, когда нападает на них кто-то другое. А сделать это, показать нападение, а вы на нас напали. Это легко все переворачивается. У каждого свой рейхстаг наготовить, чтобы подожгли его, сами же. 1 Петра 2, 1 и 5. Итак, выход вот где. Вот на этом мы сейчас остановились, с той и с другой стороны. Это чтобы те, которые воюют, и на Украине, и Донбасс, все. Отложи всякую злобу и всякое коварство. Ну что значит всякое? То есть оно может быть большое, малое, коварствует везде. И лицемерие, и зависть на русские земли здесь. Ясное дело. И всякое злословие, а еще они только не говорили друг против друга. Как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. То есть Святую Библию. Дабы от Него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Но они-то не вкусили, не знают. Надо вкусить, как благ Господь. Говорят, а если я буду так делать, как вы говорите, любить врагов. Да они что с нами сделают? Ничего они не сделают. Бог сделает так, что и с той стороны обратятся, как пророк Елисей говорит. Накормите их, посадите раненых на повозке и отвезите домой. Приступая к Нему, к Богу. Камню живому, человекому отверженному, но Богом избранному драгоценному. Это Христу Спасителю. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Не друг друга убивать, благоприятное Богу Иисусом Христом. Это все коварство. Коварный удар в спину. А может быть договорились, как с Курском, показывать там отверстие, куда попало. Может быть заранее уже договорились. Один, ну топите одну лодку, а дальше нам открывается то и другое. Мы не вмешиваемся ни в Ливию, нигде. А потом мы будем здесь долбить, вы не вмешивайтесь. То есть это все может выглядеть по-другому. Это, как сегодня люди могут думать, это совсем не так. Я повторяю, Милюков, 333 страница, и там про Россию пишет. На склоне лет только понял, что все партии в России были от одного руководства. И которые революции делали, и которые белые движения. Все это было из одного мешка руководства. Масоны. Протоколы селомских мудрецов. Первая Маковейская, 1.30. Коварно говорил им слова мира. И они поверили ему. Но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением. И погубил множество народа израильского. Ну вот так было с Израилем. А после этого Израиль во всем мире все это уже взял за основу. Первая Маковейская, 7.10. Они отправились и пришли в землю иудейскую с большим войском. И он посал к Иуде и братьям его послов с мирным, но коварным предложением. И поэтому верить, то что сейчас говорят политик, собирается там ЕС, все это не так выглядит. Там что-то Ангела Меркель говорит, да что она женщина знает, стриженная баба. Она ничего не может сделать. И вот там приезжают с Америки, и женщины там что-то говорят. Это только сказать ей, больше ей не позволено ничего, нигде. Они сразу дезавуируют любую ее подпись. Премудрость Соломона, 4.11. Рано, когда человек умирает, люди говорят, да где Бог, куда, но не знают тайны. Он был восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не пристело души его. То есть на коварство легко пойти. И те, которые идут сейчас, что им там 750 долларов дают-то? Это есть такой маленький как бы анекдот. Один услышал, что жареным пахнет, он шашлык любит. Он говорит, пойдем сюда, тут что-то во дворе там, видимо, готовят. Зашел, а там осла клеймят, тавро раскалят. И знак, ну что-то мой осел. Вот так люди суются на это, а теперь даже хоронить-то негде. И никто этих там, которые чеченцы сейчас там из России, тысячи человек уже пристали. Их никто и хоронить не будет. Там другое жаркое из них уже. Премудрость Соломона, 14.24. Они не берегут ни жизни, ни чистых браков. Но один другого или коварством убивает, или прерыводейством убежает. Еще непонятно, о ком говорится. Да даже говорится-то о всех людях. Ну посмотри, любое, что ты где видишь. Какая измена в семьях. Измена непрерывная. И все это с коварством каким-то. Коварно. У дверей там кошка мяукает, запускает человека. Но без коварства-то ни один разбойник не проживет. Макеты разные, танки разгружают, а там ничего не нету. Премудрость Соломона, 14.25. Всеми же безразличие. То есть давайте не будем искать святых среди людей, которые не знают Христа. Это не так. Всеми безразличие, с той и с другой стороны. Обладают кровь и убийство. Хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, то есть вот гей-парада и все. Обещение браков, прелюбодеяние и распутство. Всеми без исключения. А какой выход? Покаяние. Принять Христа своим спасителем. Попросить, чтобы он простил. И дальше жить по заповедям Христовым. Другого пути нет. А другой путь, те, которые исполняют, а другие не исполняют. Эти, которые исполняют, они будут убиты. И чем больше будет убито верующих христиан, тем быстрее придет конец. Доколе и эти не дополнить число. Ну, написано, откровение, 6 глава, 9 стих и дальше. Сирахов, 6.16. Не прослыви наушникам, то есть вот этого бойся, и не коварствуй языком своим. Вот это надо помнить. Нигде не говори коварно, искренне, честно, нужно говорить. Сирахов, 12.20. Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козни у коварного. Вот сейчас открыли двери, которые оттуда идут. А там, ну, как говорится, на лице клеймо стоит. Видно, что он, ну, кто он такой-то. У него с собой и взрывчатка, и все есть. Вводят в дом, то есть в государство, дают гражданство. Взорвать Европу ничего не стоит. Дадут сигнал, в один день будет тысяча терактов. Повторяю, что слово Божие, говорит, не всякого человека вводи в дом. Вот как. Раньше люди, которые хотели иметь мирную жизнь, они отказывали евреям, высылали их там в Испании, было везде. Но это не выход. А он не будет обращать к Богу. Никогда не мсти потомкам Авраама. Но благословляй. А вот эти, ну, это агаряне. Как написано и было, говорит. Яков, когда умирал, он благословил. И говорит, все на тебя. И до этого было говорено. А осел. Вот будет он осел. Все против него, и он против всех. Вот эти вот государства, которые идут. Есть лукавый, который ходит согнувшись в унынии. Серахва 2023. Но внутри он полон коварства. То есть не каждому верь. А как узнать? Да как узнаешь-то? Калугин, генерал КГБ, убежал за границу. Даже Виктор Резун, жизнь свою спасая, тоже бежит. А эти работники были в таких тайных органах. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. То есть даже меч поднял, сбили самолет. Это еще не все. А как теперь с Турцией? Да не турки, это, понимаешь, щурки. Не щурки, это талантливый народ. Мы по Турции проехали, хоть мало, но видели. Это очень трудолюбивый народ. А народ-то ничего не знает. Это между собой договорились два президента и все. Один там сделайте такое и все. Я говорю, данных у меня никаких нет. Я просто делаю вывод. Коварство. Ну а дальше открытый. Карт-бланш, говорит, открытый. Теперь турецкие, где находятся базы, где у них в Турции находятся, теперь будут со всех сторон туда нежеланные гости залетать. Серахов 28-28. Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову. И коварно удар разделит рано. Подняли самолет, и они бомбят. Удивляться нечего, что они к нам так относятся. Так а что мы должны были делать? Я не обсуждаю никаких решений президента. Я только молюсь. Молюсь, чтобы сохранил Господь и тех, и других. Дал мир. Мы молимся, как? Дай Господи, мир Израилю, России, Украине и Сирии. И всюду, где идет в мире война. Камень бросают вверх. Вверх поднялась ракета. Это камень. Бросают его на свою голову. Это вернется с другой стороны. Коварно удар разделит раны. То есть еще одно не зажило, и он будет раздирать наши раны. Они бросают там где-то. Они получат. Америка свое время получит. Ее потопить еще не стоит. Серахова 28. Вот, просчитали. 38-3. О, злая мысль. Откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством? Вся земля покрыта. А что? ФСБ занимается какими делами? Что она? Храмы строит? К Богу обращает? Нет. А ЦРУ? ФБР? Да. Разные там секуритаты. В разной стране по-разному называются эти органы. Но они для этого и призваны. Обнарушивают врага. Человека к ним заслать своего. Знать, что они делают. И все это коварство. По священному писанию. Тавид. 4-6 стих. Ибо если ты будешь поступать поистине, в делах твоих будет успех. Как у всех поступающих по правде. Вот и все. Наконец, нами коварно. Не надо на это смотреть. Надо делать по правде. Я вот так думаю даже. А вот так коснулось бы, я бы узнал, что сюда прибыл вот такой-то из ИГИЛа. Ну и там же русских много. Русских. Его не узнаешь. А ты бы узнал, вот точно узнал. Ты бы что сделал? Работать с ним стал. Но ты-то точно знал бы, что он убьет его. Работать стал с ним. Говорить ему о Христе, о Боге. Он не нуждается ни в чем. Разделить свои сухари, картошку с ним, что у меня есть. И тогда будет успех. Я бы ему сказал. Ну и он бы знал, что его жизнь зависит от меня. Допустим, я обнаружил, где он находится, где наша малина там берем. И он там скрылся. Я могу сейчас дать звонок только. И все. Я ему не стал бы ничего не говорить. Я только сказал бы, я христианин, но тебя не донесу. Это определенно. А у него цель такая, повторяю, не донес бы. Я бы работать стал с ним. Принес бы ему Евангелие. Он русский человек. Я бы стал день и ночь с ним рядом проводить. А потом? Ну а потом уже дело видно будет. Когда он уже созрел, тогда может прийти и сказать, если он сочтет нужным. Это в житии Семена Столбника написано. Тогда пошел к властям, заявил. Он разбойник был. И его казнили. Он знал, на что идет. Третье езры. 11.40. Четвертое животное. Из них пришло, победило всех прежде бывших животных. И держало век в большом трепете и всю вселенную в лютом угнетении. И с тягостейшим утеснением подвластных. И столь долгое время обитало на земле с коварством. Да это прямо про коммунистов. Прямо. Какое коварство было. А в Анголу, в Алжир, на Кубу. Кто слал оружие? Кто все эти перевороты делал? С Амином приехал сюда, беседовал с правителями советскими. Все как надо. Вдруг решили менять власть. Засылают туда особых людей, которые учат его и охраняют его из КГБ. Вслед за ними посылают другую группу. И своих не предупредили. Это дерево в Кабуле. Я считал это. И их уничтожают своих же. Но более коварных людей даже трудно представить. Вот гражданская война. Нужно захватить перекоп. Ну договариваются с Батькой Махно. Все, пожалуйста, завоевали. Завоевали. И сразу же, буквально в первую ночь, уничтожили весь офицерский состав. Это более коварно не делал ни Гитлер, никто не делал этого. И поэтому страна наша фактически наследница самого страшного, абсолютного коварства. И от этого надо избавляться. Я не знаю сегодня как, еще они не опубликовали. Но я говорю о том, что опубликовано. И вот это коварством, может быть даже по договору, родился самолет сберите, а дальше будет это видно. Мы на полном серьезе будем кричать, что мы против. А на самом деле открыло теперь двери для дальше борьбы с террористами. А террористы, это, конечно, исламское государство, это Израилю смертельная угроза. Израиль это очень выгодно, когда их всех истребят здесь. Но с Израилем никому ничего не сделать. Я просто хочу сказать, потому что в библейском раскладе мы уже знаем. В Иерусалиме сядет еврей и будет как Бог, выдавая себя за Бога на 42 месяца. Даниила 8.23. Под конец же царств своих, когда отступники исполняют меру беззакония своих, то есть мера определенная, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. То есть его этому учат, наставляют под конец царства. Где он будет? Господь знает, где ему будет. Где родиться? В России, в Турции или в Израиле? И Даниила 8.25. И при уме его коварстве будет иметь успех в руке его. И сердцем своим он превознесется и среди мира погубит многих. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Камень оторвется от горы и ударит. Это вполне может говориться об антихристе, и как придет Христос явлением своим истребить пришествие его. Даниила 11.25. Потом возбудит силы свои и дух свойств. Многочисленным войском против царя Южного. Южный царь выступит на войну с великим, еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. И все показывают, что этот, который победит, придет с севера. А с севернее, ну там Швеция, Исландия, но не они же придут. Даниила 11.27. У обоих царей на сердце будет коварство. У обоих договор составляют, разговаривают, Риббентроп приезжает, Смолотов, а у обоих коварство. Польшу делят коварство. И за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. Евреям 6.8. А производящая терния, земля, и волшцы негодны и близка проклятию, которая конец сожжения. Вот он, конец сожжения наступил, где сейчас выжигают. Выжжено будет все коварство, весь грех, который совершается и здесь. Плач Еремии 4.18. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Ну вот это прямо говорится о том, сейчас будут взорвать автобусы, поезда, уже валят там электростанции, опоры. Дни наши исполнились, пришел конец наш. Давайте вот это скажем и не побоимся. Я выделю это сейчас, и чтобы крепче поверить можно было. Потому что слишком важное событие надвигается. Смотри как. А они, тех, которые налягут, подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Ну, во Франции, в Париже это взорвали, говорят, пятница, самый многолюдный такой день был. Тишина, никого нигде нет. Приблизился конец наш. Дни наши исполнились. Пришел конец наш. Давайте в себе применим. И нужные выводы сделаем. Это Израиль говорил о себе. А Россия претендовала на звание нового Израиля. Ну, раз претендовали на звание его, то надо и просчитать, что с этим Израилем было. Пришел конец наш. Так это расслабляет руки, это панику сеет. Не сеет, оно здраво позволяет смотреть. И теперь мы будем от края отодвигаться, как Ян Златоуст говорит. Сегодня, может быть, Америка или Россия голову светила над ущелем. Лежит. Ничего. Ничего. Начнем отодвигаться. Как? Молитвой. Смирением. Раздай имение твое. 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. Пришел конец наш. А он говорит, впрочем, близок всему конец. Но еще удивляться. Я не выдумываю. Это Святая Библия нам говорит. Если пришел конец, это наша смерть здесь. Каждого человека. И так будьте благоразумны. И бодрствуйте в молитвах. Где? На границе. Там проверяют. Чтобы все были верующие. Бодрствовал президент в молитвах. Вся Государственная Дума. Чтобы Совет Федерации все бодрствовали в молитвах. И начинали истинной молитвой. И возъявил рук перед Богом. Господи, если можно, отодвинь еще конец. Конец пришел. Но можно, если отодвинь немного, дай другим покаяние. Дай нам проглотить слюну. Вот как я смотрю на то, что сегодня совершается. И когда вечером только сообщили об этом, уже я прочитал. Я лег спать, сна нету. Сон отнятый. А почему? Помолитесь об этих. Я говорю. И вот у меня мысль такая. Что это может быть по согласованию сбитый этот военный корабль воздушный. Для того, чтобы развязать руки и оправдаться перед теми и перед другими. Вот так. Ничего не утверждаю, кроме того, что написано в Святой Библии. Как? Ответ подходит тебе? Да. Ну все, это да. Слава Христу. Слава Христу. Благодарю. Это мы сегодня разговаривали. У нас, кажется, 26 ноября, да? Да. Да. Четверг. Сегодня загвование на рождественский пост. Вот давайте потрудимся, будем молиться. Я каждый день молюсь, чтобы не было покушения ни на президента, ни на кого здесь. И чтобы с Турцией мир не теряли. Это очень мудрый народ. Повторяю. Мы в Турции были не так много и молились. И мы вовремя успели. Понимаете, сейчас бы уже не приехать. Тринадцатый год. Точно на восток поехали, на следующий год наводнением все там залило. Поехали на юг здесь. Там опять такая смута. Но только она прошла до нас. Там после нас. И здесь. То есть мы как в какую-то щель проникли с нашим благовестием. Проехали до Дальнего Востока, до Лиссабона. И везде мы вовремя успели. Нас Господь провел. А теперь сидим дома и молимся. Спаси Христос за вопрос. С Богом, брат. Все, отключай меня. Вот молодец, Сергей, вышел. Вот так.